Это не просто кружок английского языка. Здесь азы другой культуры постигают дедушки и бабушки. 12 активных пенсионеров учатся разговаривать, осваивают грамматику и правильное произношение. База знаний у всех разная, поэтому начать решили со снов. Произношение «ю» с пальчиком? «Е», 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 «Е». Валентина Шулева учила язык еще в школе и даже хотела стать переводчиком. Но не сложилось. Выйдя на пенсию, она начала путешествовать вместе с подругой. А чтобы понимать своих новых знакомых, с удовольствием решила вспомнить иностранный язык. Хочется этим заниматься. Я утром встаю, включаю ноутбук, слушаю английские песни, слушаю английское произношение. Я вот прям так увлеклась, что хочу продолжать. За плечами пенсионеров уже два года тренировок, но занимались с ними не действующие учителя, а сверстники. Сейчас клуб вышел на новый уровень. Уже пять занятий для них провели студенты и преподаватели института третьего возраста. Программу скорректировали под специфику и мотивацию слушателей. Это именно та база, которая нужна, ну, пожалуй, любому человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в каких-то коммуникативных ситуациях, в которых сейчас мы оказываемся очень часто. Путешествуем за границей, что-то хотели почитать, какие-то вывески. Помочь внукам, наконец-то, сделать, может быть, домашнее задание по иностранному языку. Здесь все как на обычных курсах. Преподаватель объясняет тему, ее отрабатывают на конкретных упражнениях. Общаться стараются на английском языке, чтобы уже с первых занятий привыкать к мелодию и звучанию новой речи. Однако от домашних заданий их никто не освобождал. Ведь именно самостоятельные тренировки – залог успешного изучения. Непомехой для знаний становится и возраст. Самой опытной ученице уже около 80 лет. Любой человек должен знать хотя бы еще один язык. Я в своей жизни, ну, русский – это мой родной язык, много жила и училась на Украине. Я, во всяком случае, не имею практики, но могу понять и сказать по-украински, общаться. А английский – это моя давнишняя мечта. Стремление к развитию, открытию неизвестного, общение со сверстниками и хобби, которое может быть полезно. У этих энергичных и молодых душей людей есть чему поучиться.